По словам местных жителей, подвал жилого дома заливается уже не первый год. На этот раз канализации запахло еще три недели назад. Жильцы неоднократно вызывали аварийную службу, однако откачка канализационных отходов случилась только 26 февраля. В подвал дома номер 6Б, расположенного на улице Зубковой, невозможно спуститься без резиновых сапог и респиратора. Помещение полностью затоплено канализационными отходами. Об этом свидетельствуют два выхода из подвала, расположенные на противоположных сторонах дома. Они оба залиты нечистотами. Ситуация с подвалом, в принципе, тянется, наверное, год пятый уже, потому что жильцы нашего дома, особенно первых нижних этажей, зачастую сами обращались в водоканал с целью осушить подвал, потому что его постоянно заливают канализационными водами. Как нас уверяли, там как-то неправильно подобрано произведен слив и с учетом активного использования стиральных машинок, посудомоечных машин, все эта ситуация усугубилась. Теперь мы получаем то, что имеем сейчас. Вода стоит в подвале. По словам местных жителей, такие крупные затопления происходят как минимум раз в год. При этом после откачки нечистот никто не занимается уборкой в подвале. Представители организации, расположенные на первом этаже этого здания, рассказали, что из подвала в их кабинеты пробираются блохи. Жители дома обеспокоены из-за такой антисанитарии и не первый год призывают управляющую компанию заняться дезинфекцией подвала. В этот раз, в общем-то, терпение достигло такого предела, что было предложено написать в санэпидстанцию, разобраться. Ну, потому что сейчас что там будет разводиться, тоже неизвестно. Жильцы говорят о том, что неприятный запах в доме стоит вплоть до пятого этажа. Мы сейчас приехали не очень удачно, сейчас мороз. Вот когда была оттепель, здесь вот у меня стоит машина рядом с подъездом, с подвалом. В машину садишься, ощущаешь запах. То есть она пахнет вот тем, что творится сейчас у нас внутри. Жители дома считают, что в конструкцию канализационного отведения необходимо вмешаться, чтобы навсегда забыть о существующей проблеме. В управляющей компании нам сообщили, что в регулярных происшествиях они не виноваты. Да нет, там нет другого дела. Там встала дворовая канализация, которая обслуживает водоканал. Есть ведь какие-то клапаны, которые не дают попасть дворовой канализации в дом. Нет, это значит будет еще хуже. Установленный клапан, она на системе канализации, он знаете, к чему приведет? Он приведет к тому, что клапаны забьются тряпками всевозможными, потому что народ у нас, несмотря на то, что живет в 21 веке, канализация пользуется как помойной ямой. В то время как жильцы говорят о том, что входы в подвал сильно отсырели, представитель управляющей компании заявляет, что в затоплении нет ничего критичного. Вся лишняя влага, по его словам, уйдет в грунт, поскольку дом стоит не на плите, а на земле. Мыть подвал после потопа, по его мнению, не нужно, однако обработать помещение он все же пообещал. Сейчас откачаемся, потом побрызгаем гипохлоридом натрия, побрызгаем, и блохи, значит, гихлофосиком каким-нибудь. По словам того же представителя управляющей компании, подвал был затоплен по колено. Мастера обещают трудиться, не покладая рук до тех пор, пока не устранят потоп и его последствия. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».